В этом ролике я мог задеть чувства некоторых брендов, выпускающих корпуса для компьютеров, но ни одну компанию я не хотел оскорбить. При сборке ПК и подборе комплектующих люди выбирают как можно более производительное железо, но за более низкий прайс. В первую очередь на общую производительность в играх и работе влияет процессор, видеокарта и оперативная память. Но также не нужно забывать про охлаждение, будущие апгрейды питания вашей системы. Конкретно в этом ролике я бы хотел уделить внимание охлаждению. Охлаждение это не только кулер на процессоре, видеокарте, а еще и продуваемость, температуры, которые будут напрямую зависеть от вашего корпуса. Иногда при выборе корпуса некоторые люди обращают внимание лишь на внешний вид. Из-за того, что некоторые техноблогеры, делая гайд по подбору комплектующих, говорят, корпус берите просто тот, который вам больше понравится. Рассказывать, как выбрать корпус, определиться с форфактором, производителем я сегодня не буду. А лишь расскажу, какие корпуса для ПК брать точно не стоит. Ну а сейчас обратите внимание на мои слова. Если у вас не горячая система, если там, допустим, у процессора TDP 35 Вт, смысла брать что-то кроме самого дешевого или почти самого дешевого корпуса нет. Ну может быть такое, что вы собрали ПК на актуальной платформе, например, AM4 или LGA1200. Ну взяли самое дешевое или почти самое дешевое железо. Но вы знаете, что в будущем точно будете апгрейдиться. Вот тогда смысл брать хороший корпус есть. Со вступлением я закончил, переходим к основной сути ролика. Первый корпус, на примере которого я бы хотел показать худшие ящики, это всем до боли знакомый старый и дешевый корпус с RGB-подсветкой. Называется он AeroCool Silent Mini. Ну или же обычный Silent без приставки Mini. У него нижнее расположение блока питания, за что плюс, акриловое стекло, то есть пластик, за что минус. Но такие моменты я осматривать сегодня не буду, так как ценовая категория не всегда позволяет к этому придираться. Конечно же, самый главный минус этого корпуса это его продуваемость. Продуваемость, точнее ее отсутствие. Перемещаемся чуть выше и тут у нас корпус от Z-Gaming. Модель Mini Case, хотя и выглядит хорошо, но продуваемости ноль. Deepcool Matrix 70, я и сам владелец корпуса Deepcool Matrix. Хоть и более дешевые модели, но продуваемость у меня есть. Ну а тут, ну не так плохо как у предыдущих, но минус в том, что отверстия, в которые должен засасываться воздух вентиляторами на вдув, очень узкие, а самое печальное то, что они сбоку. Это намного менее эффективно, нежели бы сетка была бы сразу на лицовой панели. Thermaltake Versa H17. Помню, я смотрел ролик, где американец хвалил этот корпус и называл его лучшим бюджетным кейсом. Но продуваемости здесь нет вообще. Но такой корпус можно брать только для холодных систем, которым не нужно хорошее охлаждение. Invin 905 OLED. Это очень дорогой корпус, один из самых дорогих, и, вероятно, в нем будут собирать систему на RTX 3080 и i9 10900K. Но кто будет брать эту баню, похожую на холодильник, я не знаю. Огромный фултавр формата корпус это Aerocool Tor Pro, который можно покупать только в случае водяного охлаждения, иначе баня одним словом. Но почему же берут такие корпуса? Некоторые непрошаренные люди видят 3GV-вертушки на вдув и думают, что корпус, наверное, хороший. Все-таки, если вертушки спереди, то продуваемость, наверное, есть, да? Но нет, если передняя панель закрыта стеклом, то откуда браться в воздуху? Ладно, я там понимаю, когда дешевые корпуса плохо продуваются. Ну, потому что в дешевые корпуса, как правило, собирают дешевые системы, которые, ну, никак греться не будут. Ну, а делать непродуваемые еще и дорогие корпуса, вот это уже реально безобразие. Ну, а теперь все же я вам покажу пример хорошего продуваемого корпуса. Если смотреть в бюджетном сегменте, то я могу порекомендовать Deepcool Matrix 40. У него можно на вдув два вентилятора поставить, на выдув можно поставить вертушки. Цена 3000 рублей. Если же нужно что-то бюджетное, но побольше, то Aerocool Aerone. Не перепутайте с Aerone Mini. Цена 4000 рублей. Если же нужно что-то дорогое и более премиальное, то Corsair 275R будет хорошим вариантом. На этом моменте я решаю завершить ролик, поэтому всем спасибо за просмотр. Если вам он понравился, можете влепить лайк и подписаться на канал, чтобы меня поддержать. Всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok